Раньше пенсионерке Алине Лопуховой до колонки с водой нужно было идти несколько десятков метров. Теперь несколько сотен. Новый сосед Алины Николаевны несколько месяцев назад начал большую стройку. Когда он обозначил границы своей территории, выяснилось, что калитка из двора пенсионерки будет упираться прямо в забор новостройки. Вот это его будет граница. И он заявил, что ему в земельном управе сказали, не морочьте голову, это ваша территория. И немедленно ставьте забор, застраивайтесь. Вот и стоит. Ходить я сейчас не могу, меня не разрешают. Для того, чтобы набрать воду, вынести мусор, а зимой набрать угля, теперь Алине Николаевне придется делать огромный крюк. Женщине 76 лет и помочь говорит ей некому. У нового соседа женщина попросила проход шириной в один метр. Однако на уступке, по словам пенсионерки, владелец нового жилья пойти не захотел. В поисках правды жительница обратилась в городскую администрацию, однако ответом осталась недовольна. Я же записалась на прием к этому, к мэру не записали, к Тетенькину попала. Я говорю, ну у меня вот такая проблема, мне перекрыли выход, я не в состоянии уезжать, там дороги же нет, ничего нет. А он говорит, все сделано по закону, вы что предлагаете, чтобы мы сейчас землю продали и у человека забрали эту землю. Я говорю, а почему вы продали, не посоветовавшись. Мы направили запрос в городскую администрацию с просьбой разъяснить, как быть пожилой женщине и есть ли законные способы обустроить для нее небольшой проход. Ответа пока не получили. Собственник строящегося дома, говорит с нами на камеру, отказался. Однако пояснил, что участок земли приобрел на аукционе и его границы определены законно. Кроме того, забор напротив дома пенсионерки мужчина пообещал не ставить. Поэтому Алина Николаевна и дальше сможет добираться до воды, мусорных баков и сарая с углем по короткому пути. Наталья Храмова, Василина Садовенко, Василий Пронькин. Альфа-Новости.